Китайский опыт цензуры И от кого нас пытаются защитить? Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился политический консультант Анатолий Вассерман. И немногим больше думают. Зато те, кто в интернете неплохо разбираются, во-первых, находят способы обойти карьеры, во-вторых, чувствуют себя еще и особо умными, особо продвинутыми. И это создает еще и дополнительный стимул к поиску путей обхода цензуры. В конечном счете получается, что обходом цензуры в интернете начинают интересоваться даже те, кто до того, в общем-то, не особо интересовался этой темой. А тут появляется способ доказать самим себе собственную крутизму. Поэтому даже в чисто психологическом плане интернет-цензура опасна. Кроме того, нельзя забывать эффект запретного плода. Поскольку, естественно, предполагается, если что-то запрещено, значит, оно особо вкусное. Поэтому, на мой взгляд, именно опыт Китая доказывает, что надо не запрещать, а объяснять. Необходимо объяснять, где и в чем неправ очередной интернет-деятель. Правда, сложнее отвечать на ложь, чем ее вбрасывать. Но так и надо брать инициативу в свои руки, уверен эксперт. Если вы один раз покажете, что тот или иной источник врет, и докажете, что он именно сознательно врет, а не добросовестно заблуждается, а это тоже поддается доказыванию, то в дальнейшем вы можете просто указывать на этот факт, что данный источник уже всегда скомпрометирует. Поэтому, в целом, стратегия опровержения мне представляется более перспективной и эффективной, чем стратегия запрещена. Риторика Бастрыкина справедлива, ведь идет информационная война против России. Но методы Бастрыкина не те, уверен Анатолий Вассерман. Угрозы нашей информационной безопасности существуют постоянно, причем с каждым годом они заметные. К сожалению, информационная война против нашей страны действительно идет. И Бастрыкин естественным образом обеспокоен судьбой страны. Задача следственного комитета, конечно, тоже борьба с ложью, но совершенно иными способами и в иных условиях. Поэтому я рад, что он обращает внимание на проблему, но решать ее, на мой взгляд, лучше не тем способом, который он предлагает. Мне предоставляется оптимальным вариантом не бороться с распространением информации, а своевременно предоставлять опровержение того, что распространяют идеологические конкуренты. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok